всем привет друзья это канал сергей и леся сегодня мы с вами пообщаемся с прекрасной парой лёши и насти которые приехали в польшу с россии я говорю с горного алтая но вы не с самого алтая где-то близко там да как ваш регион алтайский край город барнаул до самого горного то я ну там буквально 7 часов на на машине друзья в этом выпуск вы услышите уникальную историю переезда молодой семьи из барнаула в польшу знакомьтесь прекрасные ребята из россии алексей и настя они решили поменять свою жизнь к лучшему и переехать из алтая в польшу но представляете они прилетели не сами со своим домашним животным скотом эти ребята приехали к нам из барнаула рядом находится живописнейшее место горный алтай алтай это российская республика в южной сибири у подножья алтайских гор регион окружен тундрой горными долинами и тысячами озер большую часть республики занимает заповедник где обитают такие редкие животные как снежные барсы алтайские горные бараны из основных природных достопримечательностей стоит отметить гору белуха высотой четыре тысячи пятьсот шесть метров ну что же меньше слов и больше дела как переехать из сибири в польшу сколько километров тысяч от вашего барнаула вот сюда до ледницы тысячи наверное мы добирались мы добирались на самолете с тремя пересадками то бишь это у нас был барнаула москва москва-варшава и варшава-вротслав ребята почему вообще решились поехать в польшу мы захотели попробовать что-то новое с учетом того что мы кроме горного тай ничего как таково не видели захотели просто что-то ну разведать как здесь потому что видео много ваше видео мы смотрим много что интересного можно здесь посмотреть поездить по всяким разным местам поэтому мы решили попробовать можно тем более мы еще молодые но пока заработала спрашивать не буду пока этого прекрасного опыта еще не приобрели до работы в польше ну как бы уже немножко пожили правда вы как проходили карантин 10 дней до как они карантина тяжкой конечно что кто-то окно сидели с учетом того что хочется выйти страшно выходить что полицейские могут приехать либо позвонить могут но поэтому приходилось только смотреть в окне а кто-то проверял приезжал нет к нам никто не приезжал а как вот с россией приехать в польшу что нужно сделать какие документы оформить визу рабочую до рабочую визу и все да страховка нужно на действие визы на срок ну в нашем случае на полгода за гран-паспорт соответственно дорогая у вас страховка не там что в районе трех с половиной тысячи вышел из человека нормально а виза это как-то консульство в своем городе нет мы ездили в новосибир соседнем городе потому что в нашем городе визового центра нету поэтому ездили соседний город но все на все вместе страховка документы загранник нам обошлось верно но в 20 тысяч рублей мне кажется побольше может чуть побольше 25 не кажется так ну плюс-минус а по времени чем и визу мы ждали наверное недели паттеры недели неделю недели ждали неделю визу ждали неделю приглашения то есть все прям как-то быстро так все произошло и все вот мы здесь на границе без проблем пропустили без проблем причем мы думали будут может быть какие-то нюансы с учетом того что с нами же кот еще до парочка сладкая приехала еще с котом понимаете мы сделали кучу документов на нашего питомца и по по итогу просто даже никто не открыл не посмотрел как-то так ну что если есть вот давайте идите да на границе вообще когда мы границу в варшаве проходили мы пытаемся объяснить что мы с котом она понять нас не может мы переноску поднимаем кот на а вот мнение нет поедите ладно как хотите этому проблем никаких не было у нас то есть мы спокойно сели в своем городе пересадки и благополучно добрались до города мне кажется что для кота дороже документы вышли чем для вас по времени единственное что я долго с ними бегал потому что информация таковое на сайтах нету во всех сайтах разная информация какие документы нужны прививки нужны то есть я больше с этим как он пережил переезд но я бы не сказал что он прям легко легко ему дался переезд но и без каких-либо проблем ну то бишь просто конечно волнение страху питомца что он никогда него не брали ни в путешествие не в поездке а тут первый раз и так все долго поездка затянулась считаю полутора суток можно сказать но нет в целом он нормально отошел у нас мне кажется ему самое страшное было это взлеты потому что вот этот гул давление он очень не в себе прям конкретно а потом здесь прям он быстренько отошел и начал как дома уже носиться бегает масса и царя все нормально любимые места для сна уже даже есть поэтому ребята скажите пожалуйста с поляками вы уже сталкивались как вам язык польский понятный непонятный ну да конечно мы ходим в магазин ходим по улице лично я допустим что-то могу для себя местами перевести но у насти с этим намного лучше получается потому что она как-будто здесь желание у него прям как-то мгновенно то есть если она какие-то слова слышат знакомы она как-то их выхватывает и она воспринимает это быстро а пока до мне дойдет так она уже предложение закончила я потом а к чему это вообще все начало говорить то есть мы с этим как-то тяжелее разговаривали с полькой ну вот насчет работы в агентстве и она по-польски со мной разговаривает я с ней сижу разговаривали смотрю сидит ворон считает он просто потерял нить разговаривали я думал я там лишнюю не может быть выйти на 2 здесь не сидишь разговариваешь как будто все нормально ничего не понимает как бы понимает любом случае но как-то не знаю я прям цепляю и пытаюсь понять и общий смысл всего что нам сказали класс это же знаете тоже есть люди полиглоты до которым легко дается изучение языка а есть те которые просто ну вообще я думала раньше что я тоже вообще не полиглот потому что я не могла выучить ни английский не немецкий никакой просто но с польским как-то полегче пошло не знаю ну просто многие слова же встречаются которые хотя бы на слух воспринимаешь да и по смыслу но допустим было самое такое удивление когда ковер это диван а диван это ковер мы такие блин так русский язык точно забудешь да 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 ну то есть какие то такие есть интересные моменты у них не ну а мы как бы прекрасно понимаешь нужно учить язык готовится ко всему что если мы здесь собрались жить нам без этого все равно никак да она особенно дальше почувствуете как чем больше будете общаться тем больше вам легче что-то объяснить тем легче будет вообще здесь и жить потому что как не крути с языком что-то договориться узнать все все на языке так ребятки вы собрались в варшаву вот ну легница ребят приняла не очень не дружелюбно такое тоже бывает особенно первый раз когда ты едешь ты не знаешь мы первый раз тоже были в ополе на мясокомбинате так что мне кажется первый блин комом этого большинства так но они молодцы они не сдаются у них есть знакомые есть поддержка так что я думаю все будет хорошо да я думаю все получится потому что мы не очень возможно даже знаете для молодежи лучше большой город может вам там будет даже интереснее и больше будет и знакомых возможно там с ваших мест и и будет я думаю будет все хорошо лёша вот ты говорил что тебя мама живет в германии а почему вы в германию не поехали или это невозможно мама не являются просто гражданка германии поэтому с этим намного тяжело единственный способ власть германию это когда мой родной брат достигнет возраста 18 лет он сможет какую-то бумагу на меня сделать решение ну да как приглашение ими потому что он уже граждан германии да понятно то есть по-другому никак так рабочую визу как на польшу сделать нему нет только в гости можно приезжать понятно но а вообще как были бы в ваших планах германия как маме то нравится мама довольно да и нравится но германию мне кажется рано вообще рассматривать потому что только сами вот недавно приехали сюда но в целом в польше он нам все нравится то есть каких-то таких моментов что что-то не понравилось еще нету нас абсолютно все нравится что вас может и здесь и удивило что то что вы думали так а она оказалась по-другому есть климат такой климат потому что у нас сибири у нас уже снег уже наверно по колено уже лежит холодно здесь мы вот что осенью уехали что осень она и не уходит отсюда что мне нравится сам ты продукты качество продуктов до что она очень сильно отличается от нашего качества хотя вроде может кто-то посмотри скажет что вроде в сибири должно все нормально будет но это далеко не так качество продуктов напитки даже та же самая кока-кола она очень сильно отличается от нашей у меня оборнули только так бутылки просто в помойку выкидывались по что я постоянно люблю пить колу но она даже здесь ощущается что много парков много зелени то есть дома они не похожи друг на друга все равно они отличаются ну то есть это тоже очень круто классно то что много уток в парк сходи сходили в парк и просто много уток причем вчера буквально пошли кормить снова уток голуби прям на руки садятся утки близко подходят на такие блин такой вообще не встретишь как здесь то есть мы довольно нет нам все нравится здесь просто такая природа что там постоянно вот эти косули бегают и мы вот тоже ехали когда позавчера вечером домой и парк обычный как бы городской парк и там выбегает просто стадо диких кабанов мы тогда здесь ночью мы гулять не будем можно как вариант на охоту ну да разве на охоту и папа тоже говорит почему вы в парке уток кормите а лёша хотя бы без рогатки и начинающим лучше понятно лёша вот вы уже не раз и были в горном алтае да там путешествовали и у ты нас туда приглашал дай мы с удовольствием конечно вы посетили это место вот скажи чем она особенная чем она тебе нравится но опять же красивые пейзажи офигенные горы то есть встречаются горы которые со снежной верхушкой опять же дикие звери то есть ты можешь ехать и можешь встретить как и стадо лошадей и диких и дикие прирученному то есть хозяйственное то есть всякие разные животные 7 медведи и косули точно также нет медведь нам к счастью не попадался вот но просто много историй когда медведи действительно встречаются это лучше избегать такой встречи ну а так в целом природа она сама по себе дико то есть ты по ней ходишь по этим горам лазишь по этим речкам озером ты чувствуешь себя как будто как твои предки там жили первобытные люди то есть можно ходить по горам и видеть наскальные рисунки это действительно правда то есть можем даже предоставить фотографии каскальные рисунки первобытных человеков как они рисовали как они охотились в каких богов верили что они с неба изрисовывали то что видят то есть какое количество планет звезд то есть у каждого планета у него свое название то есть какое-то жертвоприношение у них точно так же было то есть даже есть рисунки где первобытные люди предки встречали допустим также на во например то есть это прямо все можно посмотреть своими глазами ну и в целом тура просто там отдыхаешь телом и душой особенно как сидишь у как у костра и слышишь треску самого вот этого звука пламени то есть дрова вот этот запах с учетом того что тебя окружают постоянно горы и воздухом местами может быть и теплый и прохладный погода меняется в день по просто по нескольку раз что сегодня ты можешь утром к примеру приехать будет жарко в середине дня просто может уже резко пойти просто снег эти там горах ну то есть атмосфера реально ну космическая просто я думаю надо каждому побывать у кого есть эта возможность ребята привет вот мы приехали в горы у нас уже здесь выпал снег какая высота над уровнем моря я не подскажу точно не знаю даже вывесок нигде нету но здесь уже прям чувствуется зима конкретно ветер такой ощутим ощущается ну в общем прикольно впервые здесь на самом деле нахожусь в этом месте в плане того что здесь вижу снег обычно когда мы сюда приезжаем здесь либо туман либо ливни очень сильный но прикольно можно уже снеговиков лепить снежки играть в общем новый год к нам уже подошел можно сказать так ребят на данный момент у нас слияние двух рек которые называются чуя и катунь и вот так вот это все выглядит из-за того что в горного алтае начались морозы под немножко это слияние не сильно видно но если обратить внимание то вот вода темнее катунь и вот ниже идет это уже чуя поэтому как-то как-то это выглядит вот так вот слушая а я вот слышала что не знаю олени или какие у них рога моралы да 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 и что как бы делают ванны с этих рогов и это как как ванна молодости что-то там омолаживающие что-то такое слышал лично я про это не слышал у насти кивает может быть она слышал я не слышал вообще тоже опять-таки моралы это наверно те не животные которых не встретишь практически нигде это тоже такая особенность мне кажется алтая дома вот это мясо морала но на алтай многое животных которые занесены в ту же красную книгу больше нигде не встретишь да да но вот насколько я знаю что морал он да он внесен в красную книгу но там это как обычно как у нас коровы там дамы держит давно сельское хозяйство до их разводят и делать и колбасу как бы мясо и но все педа да но я бы не сказал что морал в красной книге потому что мясо очень много то есть можно пройтись по тем же всяким рынком то есть можно купить и шашлык из морала и пельмени там и манты то есть можно много что купить и шкуру купить можно и даже носки всякие кофты и шерсти морал то есть я думаю раз столько всего в продаже имеется значит с этим проблем нету а есть какие-то традиции необычные алтайцы вообще алтайский народ он другой какой-то это как своя какая-то нации они отличаются конечно у них своя религия и люди они верят в удачу счастье то есть они отрезают такие полоски из какой-то ткани и то есть они вешают на деревьях с учетом того что они верят либо они сюда снова могут вернуться либо там чтобы у них было хорошее здоровье удача их преследовала поэтому люди верующие а я так понимаю они верят это же не христианство так как как но это не христианство а какая вера точно же не подскажу но виды конечно мне кажется туда стоит поехать только ради вот этих гор но это еще мало часть где мы конечно бывали если идти дальше туда просто так на машине не доберешься наверно только на танки можно добраться либо на вертолете либо на вертолете потому что есть места куда вообще ни одна техника еще не доезжала при тем более я вам снимал видео если помните где он показывал гору хрип не хребет вам это был в общем куда еще ни один человек еще даже не залазил то есть там температура настолько холоднющая до леник это и то есть там еще никто не лазил если к подножию подойти можно тоже залезть на него еще смельчаков не было но я вас не буду долго мучить и друзья я думаю мы еще встретимся вы будете нас принимаю в гостях мы вас обязательно мы желаем вам удачи хвост пистолетом как у вашего кота и только вперед главное не сдаваться все у нас по ветру и все получится пробовать пробовать еще раз за этим сюда и приехали все друзья подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки пишите комментарии до скорых встреч пока пока пока